привет привет друзья мои приветствую вас на своем канале очень рада видеть вас снова хочу вам рассказать коронавирусе меня спрашивают что тут в англии с коронавирусом расскажите об этом я вам рассказывала что меня крайне удивило когда я приехала прилетела из китая где уже как говорится буйство во всю коронавирус это было конец февраля 21 число точнее сказать и в общем-то как-то уже было страшно и уже страсти накалялись и китайцы все в один ряд очень по этому поводу беспокоились а когда я прилетела в хитроу хитроу это самый большущий как вы знаете в лондоне аэропорт самый главный и там хитроу никто на нас не обратил внимание никто не спросил откуда что никто никак не проверил вот у меня сейчас спрашивают а проверились ли вы на коронавирус и вот что у вас там происходит в связи с коронавирусом в англии и поэтому сейчас вам я эту всю обстановку обрисую я конечно в курсе что у нас в россии сейчас паника и паника также в италии где очень много там сразу какая-то дикая вспышка этих заболевших коронавирусом и что у них там все закрыто и даже сейчас запрещают людям выходить из дома но все это вы в курсе все это вы знаете и наверное поэтому и у нас то спрашивают вот а что у нас здесь в англии так вот не знаю как лондоне сказать по правде потому что я все-таки живу здесь обособленное место остров уайт так вот у нас на острове вает вообще никто не колышется и ничего вообще не происходит притом скажу вам что я уже дважды была у своего джипи доктора вот потому что у меня продолжает нога болеть сухожилия мою связка и я-то в общем-то и не пошла бы уже потому что мне вроде немножко помог массаж который я каждый день делала в таиланде мне помогло а потом получилось что у меня вдруг шпора откуда ни возьмись на другой ноге на пятки вы знаете что такое шпора это такой отросток прямо на пяточной кости и в общем знаете очень ходить больно вообще невозможное дело я никогда не думала что может он у меня вдруг образоваться потому что я знаю что вот косточки растут на больших пальцах здесь у многих уже после 50 лет у меня отходят у такого никогда не было тем не менее получилось что вот это шпора у меня я вообще ходить не могла когда я была там в россии у себя дома вы знаете я была в октябре в ноябре 19 года я конечно же сходила к своему доктору терапевту и вот вы знаете у нас хоть и хайдан российскую медицину друзья як я уже подчеркивала много раз хотя мне тут вот странные конечно приходят иногда комментарии кто-то говорит что что выходите россию вот вы там уехали так вот и сидите а другие наоборот говорят почему выходе англию то есть понимаете но столько сколько людей столько мнений я всегда на это так говорю поэтому я имею свое мнение это я никогда не претендую на истину в первой инстанции я говорю мнение мое субъективное она сложилась в результате того что я вижу понимаете вот я с вами этим делюсь а там уже смотрите смотрите читайте другие источники пожалуйста тем не менее я все-таки считаю что я говорю объективно свое субъективное мнение я говорю объективно потому что я ничего не выдумываю мой боже посмотрите опять араукария красавица араукария как я люблю это дерево так вот я когда пришла в россии в своем родном городе к своему терапевту конечно поликлиника задрыпанная ужасное состояние все там обсыпается обваливается мебель наверное еще со времен я не знаю очакова то есть все упадки но люди работают дай им бог здоровья называется какие молодцы на такие низкие зарплаты они продолжают работать и там работают конечно очень много профессионалов по крайней мере вот у нас я знаю и вы знаете ко мне отнеслись так замечательно они мне сразу назначили рентген и мне назначили с ледокаином электрофорез я ходила на эти все же тоже все бесплатно ходила на эти процедурки физиотерапию вот ну и потом у меня конечно времени не хватило но они за меня взялись там очень колоссально и сказали что все мы вам вылечим даже не думайте если не поможет электрофорез будем магнитами работать хай если магниты не помогут дальше посмотрим что там вам но то есть в общем то люди отнеслись вы знаете очень хорошо так вот я приехала в англию и у меня ножка все равно же как-то болит я не успела до конца и вылечить в россии и я пошла к английскому джипи что вы думаете я принесла этот рентген естественно и мне это английский доктор джипи по нашему терапевту она говорит улыбаясь а вы знаете я знаю что это такое да да это пяточная шпора но она не лечится я очень сожалею но у нас она не лечится она только вот хирургическим путем может быть раздроблена в пятки но это очень болезненная операция не знаю согласитесь ли вы но вот я знаю что очень болезненная во первых а во вторых она может не помочь то есть они не дают никаких гарантий это конечно бесплатно ну может быть что потому и гарантии не дают что бесплатно я не знаю вот такие дела ну я как то знаете конечно под расстроилась немножко подумала опять да ё-моё что происходит в просвещенной продвинутой европе они отказываются лечить шпору хотя у нас как все там говорят что медицина вообще ужас кошмар и тем не менее у нас в россии шпору мне взялись лечить без проблем и не только я там одна была на этих процедурах там очень много женщин приходило женщины даже и молодые как ни странно тоже с этой пяточной шпорой и вот я ушла не солоно хлебавши как говорится ну думаю да и ладно господи не могут лечить я конечно не соглашусь чтобы мне там дробили жуткие эти боли и потом неизвестно вообще как ну не знаю я как-то побоялась честно говоря думаю говорят что вообще-то она со временем сама проходит это шпора буду ждать и вот я приезжаю из Таиланда да да с чего начала и там мне лежит письмо что приходите мы вам назначили на физиопроцедуры приходите на физиотерапию как раз вот в конце 28 февраля наступает срок хотя это было еще в ноябре месяце я была у терапевта вот так долго представляете декабрь январь февраль три месяца надо было ждать вот то что они мне назначили встречу физиопроцедура я конечно же радостно пошла 28 февраля как раз только я приехала вся такая загорелая так я к чему вам это все друзья говорю так далеко я же начала вам говорить о коронавирусе что вот как тут проверяют и что тут в англии о коронавирусе так вот вы представляете когда я пришла но это же заведение это же физиопроцедуры как вы понимаете по них в поликлинике тут у нас не просто так ну вот ходят люди во первых никто вообще ни одного человека я не видела в маске ни среди медперсонала ни тем более среди пациентов вообще никто никогда дальше значит когда я пришла я же спросила тоже я знаю что инкубационный период вот этот вот заболевание коронавирусом он длится очень долго даже больше двух недель говорят длится ну и я думаю мало ли что я все таки в зоне риска по возрасту думаю мало ли может быть пусть они меня проверят может я носитель коронавируса я ж не знаю я была бы не против если меня проверили и я сразу сказала что я приехала из айланда и что я летела китайским этим самолетом летела с китайцами через пекин я все это рассказываю вот этому своему доктору физио терапевту ну и он так знаете очень к этому опять спокойно отнесся я говорю а как вот мне сейчас а что тут он говорит ну а вы что какие-то чувствуете симптомы я груды нет вроде нормально ну и нормально горит у нас никаких инструкций не поступало у нас все тихо вообще я не слышал я говорю ну вот я например знаю что на сегодняшний день больше ста человек заболела в англии людей и это что все таки уже здесь больше не количество людей это люди over 60 старше из 50 старше 60 здесь 70 процентов людей таких англии же она же очень старая ну и он говорит нет я не знаю ничего это все где-то там что-то далеко в общем он это все как-то знаете так как отнесся к этому спокойно без проблем но если он так к этому отнесся я то что буду волноваться поэтому то что вы спрашиваете а как тут как в англии с коронавирусом вот я вам рассказываю как с коронавирусом в англии никак единственное что я читала bbc я новости смотрю интересуюсь и там сказали что вот королева несмотря на свой преклонный возраст ей как вы знаете 93 года королева не отменила никакие свои встречи намеченные заранее ничего она не отменила единственное показали что она надела перчатки она не даже не надела маску она просто надела перчатки для того значит чтобы вот она там пожимает руки многим чтоб ничего не случилось она выходит перчатках но меня также это удивило потому что насколько я знаю королева всегда выходила в перчатках но сейчас это подчеркнули я не знаю но это подчеркнули bbc вы понимаете да сми английские может быть они это подчеркнули так как им больше нечего было подчеркнуть вот так происходит борьба с коронавирусом в англии если у вас происходит по-другому где в том месте где вы живете пожалуйста расскажите я знаю что мой канал смотрят также из англии тоже люди ну вот мне было бы интересно послушать потому что как я сказала что ажиотаж огромный и что заболели уже даже известные люди я знаю что там какой-то миллиардер греческий не помню имени его заболел коронавирусом также заболел вы слышали том хэнкс со своей женой актер знаменитый вот и поэтому по моему еще там кто-то и слухи ползают такие жуткие говорят что это вообще пандемия да что что случится дальше никто не знает страсти в общем ужасные да еще забыла вам сказать я когда летела из таиланда 21 февраля двадцатого года как вы знаете я очень волновалась что мой рейс отменят тем более что я летела через пекин ужас вообще конечно меня угораздило так вот боялась что отменят рейс но у меня просто его передвинули немного но рейс не отменили все случилось замечательно я прилетела и там в таиланде у меня было очень много знакомых и из россии из украины и из казахстана из белоруссии но в общем отовсюду отовсюду было очень много у меня прекрасных великолепных женщин знакомых и вы знаете что я уехала они остались потому что они приезжают на обычно надолго на два на три месяца а я в этом году было всего лишь месяц и представляете мы с ними на связи на ватсапе и они мне пишут вы представляете галина мы попали в капкан оказывается что с 18 марта закрывается вообще из таиланда все вылеты и что говорит что там вроде единственная страна которая принимает даже сейчас это стамбул ну в общем там такие страсти у них что они уехать не могут представляете но люди хотя и возраста пенсионного но там у многих бизнес свой я знаю в россии и в украине вот и и что теперь этим людям они там напуганы что все закрыто и что даже если они купят билет какой-то смогут купить то они просто напросто не смогут прилететь в киеве там тоже по моему все закрыто в связи с карантином в общем люди попали как они пишут караул мы попали в капкан галина тебе повезло ты успела уехать вот такие вот дела представляете ну не знаю а здесь опять же повторяю все тихо и все спокойно все друзья спасибо за просмотр всего вам доброго увидимся берегите себя пока пока